«Наша победа не имеет альтернативы. Мы защищаем могилы наших предков и будущее наших детей». Об этом говорится в боевом призыве министра обороны, командующего армией обороны Арцаха, генерал-майора Джалала Рутюняна. В нем, в частности, отмечено. Соотечественники. Примерно через четыре года после боевых действий в 2016 году противник снова прибег к силе оружия, думая, что именно так сумеет решить арцахский вопрос в свою пользу. Утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в нападение по всей линии соприкосновения. Сейчас подразделения АО, нанося противнику большие потери, успешно срывают его планы. Эти планы нам известны давно, их сущность можно выразить одной фразой – выселение армян Арцаха и Армении. Будьте уверены, что и на этот раз все попытки противника будут сорваны. Победа будет нелегкой. Будучи верными своим традициям, противник нацелится на мирные населенные пункты и гражданское население. Он не будет ставить разницу между солдатом и маленьким ребенком, священником и пожилой женщиной, зрелым мужчиной и беспомощным стариком. Его мишенью являемся все мы. Победа потребует сверхконцентрации сил и железного единства. Сейчас нужно отложить в сторону все разногласия, все взгляды, все мнения. Наша цель одна – всеми возможными способами разбить врага, нанести сокрушительный удар по его вооруженным бандитским группам, уничтожить его военную инфраструктуру, а при необходимости расширить зону безопасности и обязать окончательный мир. Для достижения этого надо объединить все наши усилия. Наша победа не имеет альтернативы. Мы защищаем могилы наших предков и будущее наших детей. Мы защищаем право жить на земле наших предков. С нами весь армянский народ. С нами справедливость. С нами Бог. Победа будет нашей.